Добрый день! Мы с 7 детьми инвалидными обращаемся в правоохранительные органы, прокуратуру, следственный комитет РБ и РФ, отчетную палату, главе Республики Башкорстан Радио Фаридовича Хабирову, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Обратите на нас внимание, посмотрите, что происходит в городе Тумазах. 7 детьми инвалидными закупают неликвидные квартиры в промзоне. Когда у них спрашивают в администрации, а зачем закупать неликвидные квартиры в промзоне, нам говорят, молчите бесплатно, не осталось ничего святого. На данный момент нарушаются права наших детей. Мы хотели бы, чтобы восстановили их права, которым закупили неликвидное жилье. Очень жаль, что в нашем случае даже решение суда ничего не решает. Просим соответствующие органы, прокуратуру, следственного комитета проверить законность, правомерность закупленной квартиры, которые были предоставлены детям-инвалидам. Квартиры закупленные находятся очень далеко на окраине города. Нету рядом даже элементарной аптеки, чтобы вытянуть ребенка-инвалидов, элементарно что-то, какое-то лекарство купить. Надо добираться очень далеко до ближайшей аптеки. Нету ни школы рядом, ни садиков, ни больницы рядом. Это жилье вообще переделанное из общежития. Либо старый дом, который уже разваливается, трещит, его уже сносить пора, но в таком доме закупают детям-инвалидам квартиры. И предоставляют. И цена, которая закуплена в контракте, не соответствует рыночной стоимости квартиры. Она намного ниже стоит, чем цена указана в контракте. Мы просим обратить внимание и на эту, и на закупки, как происходит. Закупки, это уже не первый год такая ситуация происходит. Какое отношение к детям-инвалидам? Хоть ими с детьми-инвалидами находятся под защитой государства. Мы просим защитить права наших детей не меньше 10 лет. Мы бегаем. Нет, им надо помочь, поддержать нас. Они нас делают так, чтобы мы просто упали духом, сломались. Но мы пока боремся, стараемся взять и просим вас помощи, поддержки, распространения информации. Как мужик, мне больно становится на слез.